В рассмотренных примерах мы рассматривали действие веса тела, который всегда направлен вниз. Не изменятся ли сделанные нами выводы, если проследить действие какой-либо другой силы? Представьте, что вы пытаетесь проткнуть толстый картонный лист, прикладывая определенное усилие сначала с помощью толстого гвоздя, а затем с помощью шила. Острие шила без труда проткнет картон, а гвоздь застрянет в его толщине. Проткнуть картонный лист вам может быть и удастся, но только если значительно увеличить прикладываемую силу. Значит, результат действия силы не зависит от вида силы, ни от направления ее действия. Она во всех случаях была перпендикулярна поверхности. Следовательно, результат действия силы зависит от ее модуля и от площади той поверхности, перпендикулярно на которой она действует. Субтитры создавал DimaTorzok